Величайший лидер современности Зе снова выслуживается перед своими хозяевами, Беней Коломойским и Геннадием Боголюбовым. На этот раз доблестный КВНщик решил порешать вопросы Бене, слетав в главную офшорную дыру арабского мира государства Оман. Данная страна известна тем, что является отмывочной для капиталов с самым разным происхождением – от террористических денег до ворованных бюджетных средств различных государств. Учитывая все это, неудивительно, что средства олигархов по типу Коломойского осели и там. Оман находится в черном списке ЕС как страна с мутной финансовой политикой, которая не делится информацией, чьи деньги сосредоточены на счетах местных банков. Таким образом, там одинаково надежно хранятся деньги террористов ИГИЛ и типов вроде Коломойского и Боголюбова. Почему же Зеленский так спешно оказался в Омане прямо из бани с Коломойским в Буковеле? Все достаточно просто, Бене нужны деньги. Но при чем же тут я не лох? Дело в том, что Коломойский, как известно, находится под санкциями и не имеет права на самостоятельную финансовую деятельность. Ему, напомним, ограничен доступ к собственным счетам лондонским судом, а на жизнь ему выделяют около 10 тысяч фунтов в неделю. Кроме того, на него выдан международный ордер по судебному иску в Делавере. Коломойскому попросту неоткуда брать наличные, кроме как смутных офшорных счетов по типу оманских банков. Но ему, как и его партнерам, также нельзя светиться в финансовых вопросах, что получателями являются именно они, ему нужно подставное лицо. А кто лучше Зеленского может исполнить роль подставного дурачка, тем более с президентской должностью, то есть с международным иммунитетом? Вот комик и был заслан в Оман за наличкой, которую, видимо, и привезли на частном самолете Медведчука. При этом все абсолютно законно и благолепно, так как бабосики завозятся в Украину под видом инвестиций от иностранного государства, в частности Омана. Это довольно старая и отработанная на других странах схема. Правительство Омана или даже один из банков как бы от своего имени вкладывают деньги в определенные проекты, на которые указывает держатель средств, получая денежный откат иногда до 30%. Проще говоря, Коломойский, которому нужен кэш, может иметь в Украине действующую или создать новую компанию, в которую как бы Оман вкладывает деньги. На самом деле это офшорные деньги того же Коломойского, только выплаченные Оманом через небольшой или большой откат, в зависимости от сложностей клиента. Зеленский в данном случае лишь посредник, то есть представитель Украины, который привез в страну инвестиции. Таким образом, Коломойский, его партнеры и Россия убили этим визитом нескольких зайцев сразу. Во-первых, Коломойский заимел бабло, чтобы и дальше мутить воду в Украине. Вы, наверное, заметили, что его давно не слышно и нет дерзких комментариев по поводу привата и так далее. Так вот, после визита в Овца на рояле игреца в Оман, можно быть уверенным, что Коломойский скоро снова воспрянет. Баблишко-то подвезли. Во-вторых, еще больше испорчен имидж Украины, поскольку Зеленский нарушил сразу несколько международных дипломатических норм. В-третьих, подпорчены и без того сложные отношения с США, поскольку известно, что Оман – это главный теневой партнер Ирана по обходу американских санкций. В-четвертых, мутная схема в очередной раз доказывает, в первую очередь Европе и США, что Нилох – это всего лишь марионетка Коломойского и абсолютно несамостоятельная фигура. Его, вполне возможно, даже разыграли в темную, используя его клиническую идиотию в государственных делах. Что же мы имеем по факту? Непосредственное участие президента Украины в схемах мировой финансовой мафии, который вовлек страну в отмывку денег со всеми вытекающими последствиями. Проще говоря, клоун продолжает дискредитировать Украину по всем фронтам. Субтитры создавал DimaTorzok